Друзья, всем привет! И мы продолжаем игру Черепашки Ниндзи Легенды. И сегодня у нас испытание Клан Фуд. Будем добывать особые ингредиенты для прокачки героев на максимальную седьмую ступень. В этом испытании три эпизода. Ограничено количество героев. Играет только Черепашки против сборной Клана Фуд. И для первого боя давайте-ка я возьму мультиашный герой. Итак, Раф из мультика, Донни, Лео и нам нужен еще Микелажело. Что ж, вперед бой! Давайте-ка посмотрим, насколько будут хороши наши Черепашки против первого эпизода Клана Фуд. В первом сражении Микелажело из мультика прокачивает уклонение. Благодаря этой особой способности вражеские удары будут проходить мимо. Фуд атакует, в свою очередь Лео, вот контр-атакуя, ударом Катаны с разворота разрубает вот Маусер, что и приносит нам победу над этим врагом. Четырехрукие футы тоже пытаются атаковать наших героев. Пока наши герои неплохо держат удары. Благодаря уклонению удары проходят мимо. Но вот пришла и наша очередь. Итак, ударом с разворота Раф наносит урон Сай и выбивает первого четырехрукого фута. Еще одного мы попробуем подорвать бомбой. Донни, отлично. Итак, очень все неплохо у нас пока идет. Ну и вот, надеюсь, финальный штрих нанесет Микеланджело, взрывая дымовую бомбу. Есть. Первая волна сметена. Переходим ко второй. Итак, во второй уже враг посерьезнее. Вот вижу, есть Ксивер Монтес, Астрозуб, Каррай, Бакстер Стокман и Крис Брэдфорд. И здорово, что у нас Лео, он использует особую атаку, выхватывая две катаны, превращается в стальбной смерч и просто, шутя, вот сметает вторую волну. Это было круто. Ну а дальше уже это чувствую, друзья, пойдет немножко сложнее. Давайте-ка пусть Раф вызовет врагов на бой. Вот так здорово это выглядит. И нам, кроме того, нужно прокачать дополнительную защиту, что и делает Донни из мультика. Кроме того, усиливает наш отряд Микеланджело, поедая пиццу с кетчупом. Вот, кстати, против нас играет довольно-таки серьезная команда. Это Бакстер Муха, Рокстеди, Тигриный Коготь, Саблизуб и Бибоб. И, как видите, Лео не сумел первым ударом выбить Бакстера Муху. Вот, контратакуя Раф наносит довольно-таки хорошее повреждение Тигриному Кохню. Еще один удар и, опять же, контратакой не сумел победить врага. Ох, ничего себе. И Бакстер Муха исцеляет свой отряд. Пытается что-то сделать Бибоб, но, опять же, контратакуя, Раф снимает большую часть жизни. Итак, без ярости Рафа ничего мы пока не можем сделать. Я активирую эту особую обилку. И смотрите, сколько у нас появляется положительных эффектов. Просто супер. А вот сейчас уже массовая атака. Донни забрасывает врагов сюрикенами. Снимает большую часть врагов. Но, как видите, Рокстеди Мстит пытается поджарить нашего героя. Опять же, контратакуя Рафа добивает противника. И финальный удар наносит Микеланджело. Да, это победа. Хороший результат, хороший бой. Победа на 3 звездочки. Просто супер. Ну что ж, друзья. Итак, наша награда это особое снаряжение Клан Фуд. Кроме того, давайте-ка я попробую из мешка добычи. Благодаря телепортикам, когда мы проходим на 3 звездочки, можем попробовать добыть этот ингредиент. Итак, неудача. Нету пока у нас этого особого ингредиента. Что ж, пойдем во вторую волну. Для второй волны давайте-ка я возьму команду ведения. Тоже очень люблю этих черепашек. Вот посмотрим, насколько они окажутся круче и как они пройдут вторую волну. Второй эпизод. Прошу прощения. Ну что ж, и так, маусеры и четырехрукие футы. Ох, и фраг сразу же атакует. Что ж, мы тоже можем атаковать массовыми атаками. Вот для этого лео ведения наносит довольно-таки хороший урон. Снижает скорость всего вражеского отряда. Ох, ничего себе. И смотрите, что делает вражеский маусер. Он восстановил здоровье. Что ж, надо усиливать наш отряд. Для этого Микеланджело ведение прокачивает точность. Супер. Вот Араф пытается поджарить врагов огненным рощерком. Огненная атака массовая. И да, большинство врагов уничтожено. Вот последнего догрызает постепенный урон. Это уже здорово. Переходим ко второй волне. Но с вот этими врагами, чувствую, будет непросто справиться. Тем не менее, вот метая каменную глыбу до неведения, пытается справиться с Роксты. Есть отличнейший удар. Кроме того, давайте-ка я прокачаю скорость. Благодаря особой технике левого ведения у нас появляется дополнительная скорость. Плюс ему удалось прокачать броню. Неплохо. Итак, что делать? Давайте-ка я призову белок. Особая атака Микеланджело ведения. Бросая желудь. Он натравливает голодных белок на врагов. И они снимают большую часть здоровья. Тем не менее, враг выживает. И я думаю, стоит ли стратить массовую атаку. Нет. Я ее прокат приберегу. Давайте-ка оставлю ее до финального боя. Лучше мы поджарим, выбьем саблезуба. Вот Бибопс в свою очередь мстит. Ранит беднягу Дони. Ну, надеюсь, Дони швыряя молот добьет острозуба. Вот, отлично получилось. А Бибопа, вот, кстати, тоже массовую атаку я пока приберегу от левоведения. Вот, супер. Что ж, пока все неплохо. Переходим к следующей волне. И здесь уже нам срочно надо выбивать Шредера. Пока он не применил массовую атаку и не стал исцелять врагов. Отлично, удалось снять половину здоровья. А дальше я подключаю Рапа. Огненный Торнадо выжигает большую часть здоровья вражеского отряда. Кроме того, удалось выбить Шредера. И я думаю, это победа. Тем не менее, еще усиливаем наш отряд, рубя в фигурку Тигриного Когтя. И финальный удар, надеюсь, нанесет левоведение. Бросая взрывную тыкву, он подрывает ее в воздухе. Нанося смертельный урон всем вражеским героям. Да, это победа на 3 звездочки. Ну что ж, это здорово. Итак, собираем снаряжение Клан Фуд. И смотрим, что мы можем добыть из мешка добычи. Так, давайте-ка посмотрим. Итак, что у нас эксперт снаряжения замечательно. Ну и я пытаюсь еще добыть этот особый знак. Итак, неудача. Что ж, ничего страшного. Идем к третьему эпизоду. И давайте-ка я еще возьму сборную черепашек. Итак, видение мультяшное у нас сыграли. Есть еще оригинальные ролевики. Космические. Из фильма. И классические. Ну что, друзья, я скажу. Давайте-ка я возьму ролевиков. Я их что-то очень здорово люблю. И надеюсь, они вам тоже понравятся. Итак, вперед в атаку. Кстати, очень серьезный враг. Третья волна. Серьезные враги. Но я надеюсь, что наши ролевики справятся. Причем, Донни ролевик может прокачать дополнительную защиту. И я надеюсь, это нам поможет. Итак, вначале превращаем Рафа в виндюшку. У него появляется тоже особый навык. Месть. Будем пстить за каждого союзника. И сразу же пытаемся накрыть врага массовой атакой. Выстрелом из вартуза Микеланджело ролевика. Что ж, неплохо. Тем не менее, враг выживает. И еще активируем одну массовую атаку. Насечь раз от Лео ролевика. Огненная волна выжигает большую часть врагов. Как видите, противник выживает. Что ж, не стану рисковать. Давайте-ка уже прокачивать и защиту. Вот, используя энергетический щит. Донни прокачивает защиту, броню. Вот, конечно же, суперфуты, как видите, разбивают нашу броню. Но я думаю, ничего страшного. Итак, ударом топора Раф ролевик выбивает суперфута. И Лео, тоже метая свой щит бумеранг, добивает последнего врага. И мы переходим к следующей волне. Итак, кто здесь у нас? Бакстер, Стокман, Астрозуб. Еще Крис Брэдфорг, Розарь и Астрозуб. Прошу прощения, Саблезуб. Что ж, еще одна массовая атака от Микеланджело ролевика. На сей раз он забрасывает врагов водными шариками. Вот, неплохо, но, честно говоря, слабовато. Возможно, Микеланджело ролевик нам поможет. Итак, формируя огненные шары, он забрасывает врагов. Тоже наносит довольно-таки существенный урон. Но, опять же, враг выживает. Что ж, еще одна массовая атака на сей раз от Рафа ролевика. И большинство врагов уничтожено. Выживает Бакстер, Стокман и Астрозуб. Вот, Лео высывает их на бой, привлекая внимание к себе. А Раф наносит мощнейший удар двадцаткой. И что же есть? Бакстер, Стокман уничтожен. Остался только Астрозуб. Ну и я, надеюсь, его попробует выбить Микки. Ага, Микки воспользовался кольцом удачи. Вот, есть возможность лечиться. Но, мне кажется, давайте-ка я пока приберегу эту обилку. Пусть Донни Ролевик просто выстреливает из своего посоха, уничтожит последнего врага. Итак, третья волна. Очень чувствую, друзья, не просто будет здесь победить. Но, тем не менее, пытаемся. Итак, Раф рубит Бакстера муху. Вот Лео и себе пытается его уничтожить. Пока как-то неудачно. И третий удар Микки Ланзелла все-таки добивает противника. Шреддер приходит в ярость. Ударом сверху он сбивает броню Лео. Вот Тигрин и Коготь пытаются его зацарапать. Биба стреляет лазерами с поясами. И вот сейчас пришло время предлечить Лео. Для этого Донни призывает огромную пиццу. Восстанавливает здоровье здоровья. А я активирую месть Рафа. Вот супер. Итак, теперь он будет мстить и за Лео, и за других союзников. Итак, метнув каменную глыбу, Рокстаги нарвался на контратаку Рафа Ролевика. Отлично. Ну а Лео в свою очередь пытается запинать Шреддера. Удар прошел, но урон минимальный. Возможно, Донни нам поможет. Нет, не сумел. Не сумел справиться с Шреддером. А вот Микеланджело Ролевик выстрелом из блука добил противника. Что ж, пока все идет неплохо. Пытаемся дальше запинать Рокстаги. Ох, ничего себе. Итак, Тигрин и Коготь контратакую пытаются уничтожить Рафа Ролевика. Вот, кстати, друзья, нашего Лео уже здоровье в красной зоне. Нужно стройно побеждать. Итак, Раф Ролевик метнул черепа. Снял большую часть здоровья. Ну а Донни тем временем, опять же, активирует дополнительную защиту. Вот, отлично прокачалась броня. Лео и Лео наносят мощнейшую огненную атаку. Выжигая Рокстаги. Бибоб, как видите, с тигринным Коготьем. Выжили, но ненадолго. Выстрелом из Вантуза. Вот, наш Микеланджело Ролевик поставил точку в этом сражении. Ну что ж, просто великолепно. Отличнейший бой, отличнейшая команда. И мы с вами празднуем победу. И да, конечно же, наша добыча это снаряжение Клан Фуд. Вот, супер. Итак, остается еще 16 кусочков пиццы. Давайте-ка я попробую что-то добыть. И неудача. Вот, еще попробую добыть из мешка добычи. И опять эксперт снаряжения. Ну что ж, друзья, как-то так. Вот, сегодня испытание Клан Фуд пройдено. На этом я с вами буду прощаться. Всем пока-пока. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, ожидайте новых серий. Пишите в отзывах, комментариях, кого из героев прокачивать в следующем видео. Я буду действовать согласно ваших отзывов и комментариев. И, конечно же, чтобы не пропустить ни одну серию, нажимайте в правом верхнем углу на колокольчик возле кнопки подписка. И к вам будут приходить уведомления о новых видео. Всем пока, друзья, до новых встреч.